В ССК «Невский» в Санкт-Петербурге закончился открытый чемпионат России по стрельбе из боевого оружия «Троеборье» среди силовых структур под неофициальным названием «Вежливые люди». Автором формата «Вежливых людей» является подполковник полиции Вячеслав Фалутсо, на прошедшем матче выполнявший роль главного судьи. В этот раз в северной столице собрались 100 вежливых людей из различных силовых структур и регионов России, несколько стрелков-практиков, а также представители Белоруссии и Южной Осетии. Вооруженные профессионалы соревновались в выполнении 23 упражнений, 8 из которых проводились в темное время суток. Программа включала в себя упражнения с автоматом, пистолетом и комбинированные, предусматривающие обязательную смену оружия. Особое внимание было уделено командным упражнениям, проверяющим слаженность действий бойцов. 21 из 23 упражнений выполнялись в парах. По условиям чемпионата все участники выступали в средствах индивидуальной бронезащиты – шлем, жилет. В итоге почти суточного стрелкового марафона в личном первенстве первое и второе места заняли гражданские стрелки Алексей Хмельницкий и Олег Ковалев из петербургской команды СВ-3. Бронза досталась представителю команды «Сенеш», представляющей силой специальных операций Вооруженных сил России. В командном зачете лучшей стала команда СВ-3. Сереброз воевал «Сенеш-1», а бронзу – «Берсерк-1» из Нижнего Новгорода. Прошедшие вежливые люди стали уже шестыми по счету и во всероссийском соревновательном календаре традиционно занимают место одного из самых сбалансированных матчей в плане динамичности, качества организации и практической сущности упражнений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok